Здравствуйте, мамы, папы, бабушки, дедушки, сестры, братья, все, кто сегодня пришел на наш вечер. У нас сегодня, с одной стороны, веселый такой вечер, да, мы все вместе собрались, а с другой стороны, это довольно-таки грустный вечер, потому что мы обращаемся с начальной школой. У каждого человека есть дом. Дом это не просто жилище, да, с крышей над головой, а это место, где его любят, ждут, понимают и принимают его таким, какой он есть, где тепло, уютно. И вот 4 года назад, 1 сентября, 28 мальчиков, девочек сделали первый свой шаг в наш дом, в дом, который называется Школа 30. Быстро пролетели 4 года, нас уже 30. И давайте вспомним сейчас самые такие яркие моменты, которые у нас за 4 года были. Есть за горами, за лесами, маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна. Там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Маленькая страна. Маленькая страна. Валера, do you speak English? Чего? Маша, do you speak English? Чего? Олеся, do you speak English? No, I don't speak English. Чего? Открываем тетрадочки. Подписываем контрольная работа. Ярослав, а ты почему все время мне подмигиваешь? Так я вам, Елена Геннадьевна, сигнализирую, что мои знания закончились. За четыре года кто-то проявил себя как отличный спортсмен, кто-то как талантливый актив, кто-то как великий художник, а кто-то просто как классный друг. И сегодня, подводя итоги первой ступени обучения, я хочу поздравить и детей, и родителей с успешным окончанием начальной школы и подвести небольшой итог, вручить наслуженные награды. Уже третий раз получает у нас подвальный лист за отличный успех и обучение Вахарева Олеся Александровна. Наши дети не только отличались в учебе, но и были очень активны в пропаганде здорового образа жизни. От нашей поликлиники номер два я хочу ему все-таки благодарности за участие в работе по правопоганде здорового образа жизни и школьника. Так, благодарность Жироковой Юлиане, Подходим сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Кировок Сениц Марина Григоряна Перестовой Варваре Белову Егору Альчу Алексею Акурину Ганилу АПЛОДИСМЕНТЫ И Сковлой Артём АПЛОДИСМЕНТЫ Треть нашего класса заканчивает учебный год без троя. Мы хотим сейчас поздравить наших хороших, грамотных, за хорошую учебу и связи с окончанием начальной школы награждается Вахарева Олеся в дополнение к бакуальному учебу. АПЛОДИСМЕНТЫ Награждается Пилот Егор АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Батарин Данев, Сарко Ева, Пугачок Рома, Кирилл Стараварин, Павел Стараварин, Старавира Галина. В Черновском Пожарее, который, к сожалению, не может присутствовать, потому что не очень серьезные соревнования. Так, диплома в связи с окончанием начальной школы награждается Козырьева Соня, Марсин Алексей, Дуравлова Кристина, Сарубина Степлата, Папок Максим, Орлов Валерий. Нелеков Ярослав, Кирюшов Коля, Ахмана Васьяна, Кирюшов Ярослава, Кирюшов Ярослава, Кирюшов Сеня. Нелеков Ярослава, Кирюшов Ярослава. Нелеков Ярослава, Кирюшов Ярослава, Кирюшов Ярослава. Матбулина Елена Николаевна, Кирюшов Ярослава, Кирюшов Ярослава, Кирюшов Ярослава, Кирюшов Ярослава. Рома, Ром, а ты математику сделал? А чего тогда спишь? Нынче в моем скрипте спишь. Леша, а почему у тебя домашняя работа не выполнена? Так работал я, Мерседесы мыл. Бедненький, как я тебе сочувствую. Вот накупил Мерседесов, так и приходится мыть. Кто первый пойдет к доске, получит оценку на балл выше. Елена Геннадьевна, я уже иду к доске. Ставьте мне тройку. Сейчас я предоставлю слово «Дица». Мы не стали готовить концерт. Хотя это традиционный концерт на окончании выпускного класса. Мы решили немножко продолжить нашу традицию, которая появилась у нас во втором классе. Инсценировка. Помните, во втором классе мы говорили? Мы слышали, да? В Дальше Кузьминой, в главной роли, которая где-то там сейчас, в далеком Новгороде, тоже заканчивает четвертый класс. И мы сегодня покажем вам новую сказку. Итак, прошу вашего внимания. В мире широком, в море шумящем, средь голосов и судеб людских, вам звезды укажут дорогу на праздник, где с начальной школой прощаетесь вы. Здравствуйте, дорогие друзья! Я великий маг звездочет. И сегодня звезды нашептали мне, что нас ждет чудесная история. Ну что, вы готовы перенестись в сказку? Итак, мы начинаем. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может не простую, хотим рассказать. Мы помним ее с детства, а может и не с детства, а может и не помню, но будем вспоминать. Мы сказку начнем, как велительного бычьи. В одном королевстве жил добрый лесничий, он жил одиноко в зеленой гумши, и в дочке своей он не чаял души. Для девочки милые солнце светило, и трос распевал, и медведь танцевал, и роза свела. Такие дела, такие, такие, такие дела. Но злючая мачеха там появилась, и в доме лесничая все изменилось. Она обожает своих дочерей, а Золушку гонит. Работай скорее! Здорово при браке искать многое респа! Здравия желаем, ваше королевское величество! Вы что, с ума сошли? Никак нет, ваше короличество! Спорить с королем, какое, скажешь, насилищество! Раз я говорю, сошли, значит, сошли. Во дворце сегодня праздник! Понимаете, какое великое дело! Прозвать людей, повеселить, прятать на луги весь, я смог сбивать, а вы? Почему ворота еще не открыты? Все, хожу к черту, в демон, в монастырь, не желаю быть королем. Если мои пробротники работают, то еле-еле, да еще с такими постными лицами! Ваше Величество, у нас лица не постные, а какие же? Мечтательные! Врешь! Ей-богу! Правда? О чем же вы мечтаете? О предстоящих удивительных событиях, ведь будет чудеса нынче вечером в дворце на полу. Ладно, так уже быть. Остаюсь на престоле, подай мне корону. Если ты был бы королем, еще бы хуже ворчал, значит, это хорошо будут тут чудеса. А как же? Вы король сказочный? Сказочный. Живем мы в сказочном королевстве? В сказочном. Ха-ха, это приятно. Правое ухо у меня с утра чесалось? Чесалось. А это всегда к чему трогательному, завлекательному и благородному. Ладно, открывайте ворота и всем говорите добро пожаловать и смотрите у меня. Слушайте, 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 слушайте. По воле королевы, по воле короля. Всем, всем мы рады сообщить, что во дворце, кстати, большой и шумный бал. Его и сейчас не в каждый, кто в глаза попал. Торопитесь, торопитесь. Какая суматоха в тот час началась. Нельзя же перед принцем лицом ударить в грязь. Мальчиху и сестры позвали на бал. А меня нет. С ними будет танцевать принц. Обо мне он даже не знает. Это несправедливо, верно? Какая же ты все-таки гордая Нила Золушка. Но ведь так и заболеть можно. Ведь это очень не вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Если я попаду на бал, я буду очень хорошо танцевать. И тогда принц меня влюбится. Какая же ты, ты маленькая Нила Золушка. Слохим ребенок. Бои, тебя ждут большие разочарования. Пора ведет. Здравствуйте, господин Лесничий. Здравствуйте, Ваше Короневское Величество. У меня сегодня такой праздник, такой праздник. Он заставит вас забыть все ссоры и невзгоды. Проходите сегодня на бал и родную свою дожку прихватите с собой. Золушку? Нет, что вы, государь. Она ведь еще совсем маленькая. Ну, как хотите. Но помните, я всех приглашаю. Прощайте. Я женился на женщине прихорошенькой, но суровой. Они вьют из меня веревки. Они, это моя жена и две ее дочери от первого брака. Вот уже три дня они готовятся к королевскому балу и совсем загоняли нас золушкой. Я человек храбрый и отчаянный, но только в лесу. Пойду-ка сражусь с бешеным медведем. Взял топор и пытался бежать в лес. Зачем? Я хотел слезить с бешеным медведем. Зачем? Я хотел отдохнуть от домашних дел, дорогая. Я работаю, как лошадь. Бегаю, хлопочу, очаровываю. Солдаты отдают нам честь. Моих дочек скоро запишут в барбатную книгу первых красавиц двора. И принц должен выбрать одну из них в жены. Вчера главный королевский повар прислал мне в подарок дичи. Дичи? Дорогая, я сколько угодно из леса приношу. Ах, кому нужна дичь, добытая так просто? Слово, у меня столько связей, что просто можно с ума сойти, поддерживая их. Иди, дорогой, развлекись. Да шкуру не попорти. Шкуру? Дорогая, я хотел сразиться ради развлечения, но не убивать. Совмести приятное с полезным. Со шкурой поосторожнее. И не спорь со мной. Ага. Ах, матушка, как вы меня напугали. Золушка, Золушка, нехорошая ты девочка. Я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. Им я не делаю замечания вот уже несколько месяцев. Тогда как тебя, дорогая, я воспитываю с утра до ночи. Ты хотела сегодня пешать в королевский фарс? Только когда все уйдут на дочерях? Ведь тогда я никому не буду нужна. Какая ты наивная, Золушка! Кто ты и кто принц? Он знать о тебе ничего не знает. Нужно дело делать. Иди, девочки ждут. Иди, платье, которое вышло для них за семь дней. Я хорошенькая. А я красивая. А я очень красивая. А я замечательно красивая. И великолепно красивая тоже. Вот. А я, я, я красивее всех. А я, а я, а я не знаю. Ну, там и Оля, куда красивее Золушки. Да-да. А она бедняжка. Не представляете ли, какая она дурнушка? Да, бедняжка ходит неправильно. Говорит мне так о вас, как нас матушка учет. И совсем не умеет гладить. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. И, девочки, я вас еще научу очаровывать мужчин. Ставьте палец на кончик носа, смотрите на конец мединца и делайте вот так глазками. Вот так, вот так. Это означает стрелять глазками туда-сюда, 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 туда-сюда. Здравствуй, дорогая наша сестренка. А чего ты выглядишь такой печально? На бал хочется? Хочется, хочется. Улыбайся, а то я расстроюсь перед балом. Хорошо, сестрица, я постараюсь быть веселой. Посмотрим еще, имеешь ли ты право веселиться. Где платье, которое приказала тебе шить за семь дней? Да, матушка. Пойдемте, сестрица, я покажу вам платье. Красавицы мои, вы должны пожалеть нашу милую Золушку, посочувствовать ей. Однако некогда, вечером пожалеете. На бал? Ах да, Золушка, ты же хотела бежать в королевский парк, по третьей стороне с новыми. Можно? Конечно, дорогая, только сначала привелись в комнату, вывели кухню, натри подоконники, выпали в грязку, намели кофе на семь недель, посади под окнами семь алых пустов роз, позвай саму себя. Но я и в месяц этим не управлюсь, матушка. Друг, вот подлинное чудо, поторопись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, Крестница. Крестная! Дорогая Крестная, ты всегда появляешься так неожиданно. Да, это я люблю. Ты пришла по воздуху? Да, я такая же дурщица. Как ты замечательно выросла за эти годы, пока я не была здесь. Ты хорошенькая стала девушка. Вот это настоящее чудо. Я не спрашиваю, дорогая, как ты живешь? Тебя обидели сегодня. Двадцать четыре раза. Из них напрасно. Двадцать четыре раза. Ты заслужила сегодня похвалы? Триста тридцать три раза. А они тебя не похвалили ни разу. Ненавижу ты мачеху, да и дочек ее тоже. Я давно бы наказала их, но у них такие большие связи. Они ничего не делают, ничего не умеют, никого не любят и ухитряются жить даже лучше, чем некоторые другие хели. Впрочем, довольна мне. Ты хочешь поехать на балы? Да, Крестная, но... Не спой, не спой. Ты поедешь туда. Очень вредно мне ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. Ну, Крестная, мне ужасные старые платья. Мальчик, принеси белое платье и дай мне в комодок. Кажется, тебе нельзя было туда заглядывать. Спасибо, мальчик. Ну, Крестная, как я поеду? У меня столько работы. Не беспокойся, кофе я взяла с собой. Полыно тут друзья моего пажа. Стену я выберу сама. Стойте, дорогая золушка. Я не волшебник, я еще только учусь. Но порой мне кажется, что любовь помогает нам делать настоящие чудеса. Я с вами хочу подарить вам эти прекрасные туфельки. Это хрустальные туфельки. Они будут вам удачей и счастливей. Спасибо, милый мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добрый ко мне. А теперь, дорогая, запомни самое главное. Ты должна вернуться ровно в 12 часах. Хорошо, Крестная, я твердо запомню. Хватит у золушки чудо наряд. Амазы, бриллианты, так ярко горят. Все блеском сияют. Ворчай серебрится. На голове диадема искрится. Ворчай серебрится. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Сынок, сынок, убери книжку. На тебя смотрят. Убери книжку, вам начинается. Подожди, интересно, что ты читаешь? Стихи и мама. Что? Своя вина, что милый образ твой не позволяет мне сомкнуть ресницы и стоя у меня над головой тяжелым веком не дает закрыться. Ни одного великана. Тебе рано еще читать стихи, почитать сказки, например, прокатав сапога. Я бы почитал. Дай сюда, младясь и смотрят. Ваше величество. Подождите. Тебе, наверное, не терпится ужасно веселиться, присмотреть к красатам, которые приехали на бал. Вдруг одна из них станет твоей женой. Папа, читать стихи мне рано, а жениться не рано. Ваше величество, вы, конечно же, мне позволите объявить наш волшебный бал чудес замечательный, окончательно открытый. А что? Давайте. Внимание, мы начинаем. Девочки, быстренько, быстренько. Внимание, мы начинаем. Приготовьтесь. Продолжение следует... Здравствуйте, Ваше Величество, я тоже рада, что приехала. Мне очень нравится у вас. Она говорит искренне. Конечно, Ваше Величество. Сынок, а сынок, узнаешь, кто это? Товестная и прекрасная незнакомка. Совершенно верно. Нет, вы только подумайте, какой умный мать. А чего ты такой бред? Почему молчишь? Мама, я молчу, потому что не могу говорить. Не верьте ему. И свои годы он все-все читает. Стихи, комплименты. Сынок, скажи что-нибудь. Сегодня прекрасная погода, не правда. Да, погода сегодня прекрасна. А вы не устали в дороге? Нет, я в дороге отдохнула. Благодарю вас. У меня есть знакомый волшебник-звездочок. И он сотворит для наших гостей чудо. Вот мое чудо. Сейчас для нашей таинственной и чудесной незнакомки выступит известная певица из соседнего сказочного королевства. Хоть поверьте, хоть поверьте, но присмелось ночью мне. Будь-то принц за мной примчался на серебряном коне. И встречали нас танцоры, барабанщик и трубак. Хоть поверьте, хоть проверьте. Это был чудесный балк, и художник на манжете Мой портрет нарисовал и сказал, мудрец известный, Что гениальнее есть. Композитор певный песни и стихи читает пара-ра-ра-ра-ра. Хоть поверьте, хоть проверьте, так писал я кадриль, Что тринадцать ковальников, а дышаться и могли. И яркий лето был мудрец, и смеялся весь народ. Композитор певный песни и стихи читает пара-ра-ра-ра. Хоть поверьте, хоть проверьте, я вертелась, как волчок. А когда мой сон расстоял, как ночные облака, Так не мое вспоминает, захрустает башмачка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И еще целый час. Целый час и пять минут времени у меня. Я, конечно, за пятнадцать минут успею доехать до дома. Через час и пять минут я влюблю. Это ведь не так уж и мало. Дорогая Золушка, я хочу вас огорчить. Короче, просил привезти часы, привезти во дворце часы. Я уже практически двенадцать. Значит, у меня совсем не осталось времени. Совсем-совсем не осталось. Ну вот и все. Я обещала грезную и теорию. Это самое вкусное мороженое на всем белом свете. Я сам его убирал. Что с вами? Спасибо вам, Блин. Спасибо вам, дорогой Блин. Лучше вас. Я никого не видела. Почему вы говорите со мной так печально? Потому что мне пора уходить. Подождите. Ах, я не совсем такой смешной, как кажется это на первый взгляд. Все это потому, что вы мне уже слишком нравитесь. Ведь за это на человека сердиться нельзя. Я признался ей в любви, и она убежала. Все пропало. Я так и знал. Таинственная гостья. Где вы? Она убежала. Какой ужас. Без ужина, мальчик. Что случилось? Не подряд в морожене? Нет, мама. Она не притронулась на мороженую. Я признался ей в любви, и она убежала. Мама. Влюбился. Так я и знал. Впрочем, нет. Я ничего не знал. Ухожу к черту, к дьяволу, в монастырь. Почему он мне не сказал, что ты вырос? Или нет? Остаюсь. Вот сейчас я-то мальчик влюбился. Нет, папа. Это не счастье. Ерунда. Я обиделся. Глупости. Любит, иначе мы не срывали подушину. Скорее, не украти. Мама, подожди. Она убежала неизвестно куда. Пребранники сказочного королевства, вы меня слышите? Мы слушаем, Ваше Величество. И вы взяли из ворота нашего царства девушка, блондинка, примерно 16 лет. Знаем, знаем, Ваше Величество. Видели в одной туфельке. Как в одной туфельке? Видать, потеряла вторую. Одну-то она в руке держала, а она босиком, босиком, босиком. Ладно. Легко потерять туфельку при такой-то маленькой ножке. При помощи туфельки мы ее найдем. Папа, у нас нет туфельки. Значит, надо выяснить, кто ее нашел. Кто нашел туфельку в поиске лет во дворец? Ведь кто-нибудь ее нашел? Ваше Величество, вы туфельку искали. Вы ее нашли? Не совсем я, Анна. Подай, Государинка. Марианна, подай, Величество, туфельку. Две туфельки сразу. При помощи них мы сразу ее найдем. Не совсем две. Оказывается, кто же нашел? Уже три. Здравствуйте, дорогой принц. Я ученик одной феи. Я не волшебник. Я еще только учусь. Мне кажется, что эта туфелька вам нужна. Папа, я нашел ее. Вот она! Солдаты сказочного королевства. Солдаты, знаете ли вы, что такое любовь? Мой веке, в принципе, на сына и на среде влюбился. И очень серьезно влюбился. И вот, понимаете ли вы, какая штука случилась. Что я решила заговорить с девушкой, как она убежала. Это бывает. Не перебивайте. Я знаю девушку в лицо. Я буду ездить и назад, и вперед. А вы будете ловить невесту при помощи этой туфельки. Так точно, Ваше Величество. Не перебивайте. Я приказываю вам следующее. Ловите всех девушек, которые увидите. И примеряйте вот эту хрустальную туфельку, к которой она подойдет, что и есть невеста-принца. Так точно, Ваше Величество. Одевайте семейные сапоги и отправляйтесь. Да побыстрее. Внимание, внимание, новый указ. Послушайте, люди, прочтем и для вас. Хрустальную туфельку принц нам доверим, чтобы девушкам всем смогли бы примерить. Какой же красотке она подойдет, но замуж за принцем сейчас же пойдет. Да, я желаю, сударыня, разрешите примерить эту туфельку вашим дочкам. Какой размер? Не могу узнать, сударыня. Капра, зовите короля. Туфелька как раз одной из моих дочерей. Ну, сударыня. Я вам очень, я вас очень прошу. Вы понимаете меня? Очень. А золочу. За это спасибо. Как же без примеров? Я вам очень хорошо заплачу. Слышите? Однако не могу. Приказ есть приказ. Дайте туфлю. Других размеров нету? Как я вас заняла. Жаль, осталась такая малость и счастье в моих руках. Золушка, я вам. Мы иногда ссорились с тобой, но я желала тебе лишь добра. Так оплати и ты мне добро. У тебя золотые руки. А где я? Ну, Аня. Все, кончено. Ну, теперь они у меня попляшут. Я у них устрою такие повязки. Марианна, тут не горюй. Я и тебя пристрою. Жаль, королевство маловатно. Разморяться негде. Но ничего, я поссорюсь с соседями. Это я помню. Сударь, подожди, я не знаю, что это. Вы хромаете эту туфельку вам маловатно. Это ничего не значит. Неизвестная невеста тоже потеряла эту туфельку во дворце. Скажите-ка, право, вы не видели здесь девушку, которая еще уже целый день? Вы видели здесь несколько девушек, а точнее трех. Может быть, одна из них вам нужна. Вот, слушайте. Вот вы, где я вас нашел. Почему вы убежали от меня? Я всего лишь начнешь ничь. Но я всего лишь принц. Я ни в том, ни в другом не вижу ничего плохого. Венчаться, венчаться, скорее, подборец, венчаться. И вот, друзья, мы добрались до самого счастья. Я люблю, когда наступает счастливый конец. Что такое счастье? Это очень просто. Это когда люди зажигают звезды. Пусть и в вашей жизни сопутствуют всегда, зажигая звезды счастливая судьба. Спасибо. Марина, что случилось? Я так яростно сражаюсь со своей врожденной ленью, что когда побеждаю, у меня нету сил ходить в школу. Как твои дела в школе? Плохо. А чего? Учитель все спрашивает, спрашивает, спрашивает и спрашивает, спрашивает и спрашивает, а как будто сама ничего не знает. Артем, какой у тебя самый нелюбимый предмет в школе? Дневник. А сейчас подарок для наших учителей. Песня на английском языке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь я хочу познакомить с вашей новой мамой, которая передает софету Головьёвой Людмилой Геннадьевной. Е МУШИКЕЙНО ПЕСНЯ 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 Коля, а почему мы сначала видим молнию, а потом слышим гром? Рома, что с тобой случилось? С Мальцевым подрался. Но теперь твоим родителям придется покупать новый костюм. Это что? Мальцевым теперь придется нового ребенка покупать. Ярик, если 3 килограмма яблок стоят 300 рублей, как нам узнать, сколько стоит 1 килограмм яблок? Так это же просто, нужно посмотреть на ценник. Молнии. Нужно бояться молнии? Правильно. Включаем ее? Смотрите, настоящие молнии. Главное, помните, главное к ним не прикасаться, понятно? Никогда и... Но эти молнии можно потрогать, если у вас 7 жизней. Кто не боится? Первый. Страшно, нет? Нет. Она что похожа? Комарик кусает, правильно? Да. О, как мне подопытную Алису. Друзья, вот эта у нас подопытная Алисия. И сейчас мы ее отправим в космос. Олеся, вы хотите ходить в космос? Нееее! Стоять. Итак, в космос, мы отправляем Олесу. Олеса, соберитесь. Идите, куда она в космолет. Он не там. Итак, войдем мы ее в космос. Я пойду на правую руку. Дома, до свидания. Ну, Олеся, полетели. Ааа, она толстеет. Вот что. Ее просто вообще не расстраивали, понимаете. А я думал, не ехал в шести Олесе. Нет, Олеса, что с вами? Она тут же толстая. Так, что происходит с Олесе? Знаете? Шах на вас сделали. Вот сейчас воздух вот здесь и внутри Олесе от уравновежения. Он как бы промокомпенсирует, правильно? Но воздух у нас получается выкачивается изнутри. А внутри-то воздух, он что делает? Он пытается... Эту противление пытается вырваться, да? Поэтому он разбирается, понятно? И у нас есть третий волшебный компонент. Твальца я вам не скажу. И у нас есть третий волшебный компонент. Это приводил. Изменение стихопонентmetro кончиков. В С strategic Ю same здоровье от исчезela. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, к учительнице. А знаешь, что я ей расскажу? Нет, что ты специально-контрольный. Вот доказательства есть. Стой, а мы же договоримся. Ну вот с этого бы и начинали. Хотя стой. Если учительница узнает, что ты на уроке пользовалась телефоном, у тебя будут большие неприятности. Ну как дела в школе? Хорошо. У нас сегодня было только два урока. Веселый старт и это, как его, скажем, эвакуация. Как поживает твоя собака? У нас нет взаимопонимания. Вот приду после школы, она залезет в мой рюкзак, стащит оттуда дневник и запрячет его под кровать. О, надо мою так же научить. Сначала прощусь к родителям. Родители, вы понимаете, да, что дети уже выросли, они приходят на новый этап, они стали серьезнее, они уже больше похожи на взрослых настоящих людей. Они уже, наверное, не играют в песочнице, хотя такое бывает. Наверное, меньше капризничают и плачут, да? Ну и такое тоже бывает. Вот. И вы понимаете, что благодаря учителям, да, начальной школы, они выросли теми, которые им сейчас являются. Они вам помогали на протяжении всех этих четырех лет. Вот. И мы сейчас с вами сделаем такой небольшой ритуал. Так, дети готовы? Дети, все смотрят на меня. Идем в Варшаву вперед. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Оброчусь в этот глазах и мажем в ручку. А теперь все обнимают нашему учителю! Мы обнимаем! Ну, родители, вы, знаю, очень сильно благодарны этому учителю, правильно? Поэтому давайте мы тоже все вместе отблагодарим всеми живыми, живыми обнимать наших детей и классного руководителя! Давайте, давайте, давайте! Говорите слова благодарности! Целуйтесь, объемайтесь! Можем все вместе глянуть «Спасибо! Можем все вместе!» Можем все вместе! Можем все вместе! Можем все вместе! Можем все вместе! Девчонки, завтра у Алинки день рождения. Вы придумали, что ей подарить? Не, не, еще нет. Ведь не знаешь, чего она хочет? А я вот записку написала и спросила у нее, чего ты больше всего хочешь. И что? Она, видимо, поняла и стала у меня отбирать. Вот только и обрывок остался. Конь, может быть, она хочет конфету? А может, коньки? Может быть, она хочет коня? Мы же не знаем, роликовые она хотела или фигурные. Копим, а она коня хотела. Пошли в класс. Посмотрим под партом. Может быть, вторую половину найдем. О, нашла. Теперь я знаю, что ей подарить. КОНЕЦ. 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 Продолжение следует...